здравствуйте дорогие студенты сегодняшняя тема у нас называется использование техники сплайного моделирования основные методы построения объектов на основе сплайнов основные вопросы сегодняшней лекции это команда текст команда line выдавливание сплайнов вращение сплайнов выдавливание сплайна со скосом боковых граней построение оболочек объектов на основе сплайновых сечений для создания текста перезагрузите файл команда и файл reset на панели create вновь выберите сплайн и активизируйте инструмент текст в открывшемся цветке параметров создания сплайна выведите нужный текст выберите шрифт и установить установить его параметры затем желтните в одном из окон проекции это приведет к появлению фрагмента текст например мы написали 3d max вот панели create для текста перед проведением рендеринга переместите текст так чтобы он весь оказался в поле зрения потом активизируйте панель модифий светкой рендеринг установите установите флажок визуализируемый и увеличится значение параметра толщину например до 10 потом проведите рендеринг и убедитесь что даже такие простые манипуляции позволяют получать интересный вариант трехмерного текста который показано на рисунке 6 и 3 надпись 3d max команда line создавая предыдущие виды сплайнов мы не обращали внимание на вершины и сегменты более того даже не вспоминали про разные типы и вершины со сплайнами линиями все обстоят иначе в зависимости от особенности построения кривой они будут дополняться вершинами разного типа щелчки левой кнопки в окне проекции при выбранном инструмента line будет проводить к появлению новой угловой точки это у нас перемещение при мыши при нажатой левой кнопки мыши мыши у нас появлению вершин безе данный принцип создания вершин установлен по умолчанию и при необходимости его можно изменить в сетке крыши на этот метод создания на панели положение на панели крит изменения для этого достаточно сменить положение переключателя и не дел то и потом и драк то это это у нас тип вершин пришел ски и потом тип вершин при перетаскании отметим что в большинстве случаев не стоит стоит менять метод создания перед устанавливаем по умолчанию принцип и вначале создавать контур только с угловой вершины а затем изменить тип у тех вершин у которых это необходимо сделать у нас например показано цветок крышен критин мезет а например которые показано на экране и летал тайп корнер смоус драк тайп корнер смоус бизе шерчок правой кнопкой мыши проводит к завершению рисованию сплайна из линии при попытке поставить вершину вместе нахождение начальной кнопки сплайна на экране у нас появится вопрос к сплайн утвердительный ответ приведет к умолчанию по умолчанию замкнутого контура противном случае контур окажется разорванным и его граничные вершины можно будет независимо перемещать теоретически существует и второй метод создания сплайна из линии режима кайборд entry это у нас ввод с клавиатуры который предполагает вот координат каждый из вершин вручную с клавиатуры это у нас координаты x yz непосредственное добавление каждой новой вершины осуществляется кнопки добавить вершину кнопка финиш это позволяет закончить создание сплайна а кнопка close создает сегмент соединяющую первую вершину с последней это у нас например показано кейборд entry у нас x yz которые мы например 10 10 10 указали потом вот entry close finish это close это создать сегмент и finish закончить создание сплайна чтобы закрепить навык и работы со сплайнами и линиями попробуйте создать сплайн представленный на рисунке и сохраните его на диск в дальнейшем мы перевратим его в рамку вот у нас показано на русинке да у нас заготовка для румки выдавливание сплайна выдавливаем сплайн это у нас сплайн которому приведена толщина и определенном направлении во многих случаях этот метод оказывается проще чем применять трехмерные примитивы для получения того же результата можно представлять себе процесс выдавливания и как создание копии сплайна перемещаем и точно над оригиналом на некотором расстоянии от него в результате чего образуются верхние и нижние основания объект с последующим построением боковой поверхности по примитиву оснований применение метода выдавливания при моделировании оказывается очень удобным можно выдавить строку текста чтобы получить объемный текст например разнообразно плоские формы могут служить заготовками для формирования методом выдавления таких объектов как стенты например стены компакт-диски и формы для печенья и так далее метод выдавливания особенно хорош для объектов имеющих один характерный профиль во всех сечениях по высоте операция выдавливания не осуществляется за счет применения к выделенной форме модификатора экструд это у нас выдавливание для получения объекта боковых граней после чего на команды панели модифи можно изменить высоту объекта и ось вдоль которой выполняется выдавливание при выдавливании со скосом в дополнение высоте тело экструзии это задаются масштаб сплайна сечения на каждой из трех уровней по координатное выдавливание для формирования тел экструзии с криво линейным боковым поверхностям применяются модификатор в был профил и задаются дополнительный сплайн в качестве траектории скоса вращение сплайна форма сплайн который применяется метод вращения поворачиваются вокруг заданной оси проходящий через одну из точек этой формы при вращении сплайна поверхность вращения преобразует в оболочку трехмерного объекта например это у нас показано да на рисунке метод проводит для создания объектов имеющих центральную симметрию вращение сплайна осуществляется за счет применения к нему модификатора вращения применение модификатора вращения сводится сводится к выбору например исходной формы и настройки ряда параметров цветки параметров можно создавать величину угла вращения и так далее на которой будет повернуто сечение число сегментов для управления гладкость боковых поверхностей установка оси вращения в глобальной системе координат это выбирается кнопки x y z потом направление которые показаны также на рисунке группа а лишь он это у нас а управляет положением оси вращения и устанавливаю ее положение минимум центр свои максимумouter у нас показаны на рисунке минимум центр и максимум которые объекты это у нас все группы у управляющий положением вращения По умолчанию оси вращения проходит через центр габаритного контейнера сплайна, но ее можно переместить на левый край сплайна или на правый. Если на центр, то тогда ее можно переместить на левый край сплайна, точке минимум, параметр минимум, или на правый край, точка минимум, параметр максимум. флажок ул к это объединяет главные вершины объединяет вершины на ось вращения а flip normals вернуть нормали изменять направление нормалей и противоположные простейшее редактирование формы тела вращения это кривая показано у нас на рисунке д чтобы получить нужное тело оси вращения следует поместить левые левого края габаритного контейнера форму профиля это у нас задание да выделите тело вращение и шелкните на кнопку sub object в свитке modifier stack это стек модификаторов командной панели модифии по умолчанию в списке selection level это будет выбран ось вращений изобразить изображается изобразить в окне проекции видите линии желтого цвета которые у нас показаны на рисунке построение оболочек объектов на основе сплайна в сечении вообще лофтингом называется операция по созданию трехмерного объекта основу основная на трансляции сечения этого объекта вдоль его пути для лофтинге потребуется минимум две заголовки это первая из них является путем лофтинга пэс это вторая поперечным сечением шейп при создании объекта лофтинга сплайна заготовки автоматически не удаляются а связываются с конечным объектом для возможности ее редактирования если это не нужно то их лучше всего стереть последовательность применения это выделить только путь нажать на лофт нажать на гч или указать сечение лофтинга настроить меню лофтинга и наиболее важные настройки лофтинга да вопросы для закрепления показаны команда line команда текст выдавливание сплайн вращение выдавливание сплайнов скоса боковых грани построение оболочка объекта на основе сплайнов на эти вопросы вы должны как бы закрыть вопрос для закрепления вы должны на ответить на эти вопросы в форуме ребята на сегодня у нас лекция подошла концу спасибо за внимание до свидания